Арцаха Продолжается исход армянского народа из Арцаха. Чтобы добраться до Армении, жители Арцаха стоят по 20 часов и более в пробках. В больницах Гориса и Еревана родились первые арцахские дети после депортации. На данный момент 24 тысячи вынужденных переселенцев из Арцаха прибыли в Армению через КПП Корнедзор. Много граждан прибывают с огнестрельными ранениями. Благодарим Патрика Ланкастера за небольшой репортаж из Корнедзора. И Азербайджан крит и гон, стреляет. Сквозное ранение у гражданского лица, потому что наш пациент взрослый, простреливали это азербайджанцы, простреливали его друзей, которые находились в селах. Соответственно, люди сейчас выезжают в течение двух дней, он сидел вот в таком состоянии, во вся отекше, как и та же. Происходить мы как бы не знаем, вопрос в этом. Извечина есть. Женщины и дети. А здесь эта информация отойдет у мировых лидеров. Много раз это произошло? Гражданские... Очень много людей гражданских было расстреляно. Среднамеренные расстрелы гражданских были. И это прямо везде происходит. Они расстреливали и машины, они расстреливали и людей внутри тех поселений, где они были. Это были азербайджаны. Вчера недалеко от Степанакерта взорвался резервуар с бензином. Примерно 100 тонн. Людей было очень много рядом с этим резервуаром. Все ехали за топливом для автомобиля, так как на заправках его нет. Медицинский персонал республиканского медцентра в Степанакерте работал и работает в экстренном режиме. В результате взрыв от цистерны много раненых и погибших. По последним данным, 290 человек ранено, 7 погибли. Многие пропали без вести. Скорее всего, число погибших вырастет. Команда врачей Армении с необходимыми медикаментами и медицинскими устройствами вылетела в Степанакер для оказания помощи нашим соотечественникам. Информируем, что граждане, желающие переехать в Армению, но не имеющие собственного транспорта, могут с 16.00 26 сентября обратиться в рабочую группу, действующую в гостинице Армения в Степанакерте, около площади Возрождения, для регистрации. Об этом сообщает инфоштаб Арцаха. Благотворительный фонд «Ташир» обеспечит жильем тысячу вынужденных переселенцев из Арцаха в общине «Ташир» Ларийской области Армении. С учетом необходимости в поддержке и предоставлении временного жилья нескольким тысячам арцахских армян, компания сделает все возможное для поддержки своих соотечественников, сообщила пресс-служба группы компаний «Ташир». Заявление благотворительного фонда «Гагик Царукян». На данный момент благотворительный фонд «Гагик Царукян» занят срочной организацией и реализацией масштабных программ поддержки наших соотечественников из Арцаха. Прямо сейчас по прямому поручению Царукяна в срочном порядке идут работы по организации обеспечения наших братьев и сестер из Арцаха продуктами, лекарствами, одеждой и необходимыми товарами. Поскольку прибывающих из Арцаха много, то для реализации всех программ процесс разбит на несколько этапов реализации. Фонд также будет перманентно информировать общественность. Учитывая сложившуюся ситуацию, армяно-итальянская текстильная фабрика «АйТекс» в Анадзоре создаст дополнительно 150 новых рабочих мест для переселенцев из Арцаха. Предприятие обеспечит бесплатный учебный процесс, транспорт и питание. Из-за тяжелейшей гуманитарной ситуации в Арцахе, в Ереване усиленно работают различные фонды, собирая гуманитарную помощь для беженцев. Сегодня мы расскажем о работе фонда «Вива». Благотворительный фонд «Вива» врачи и волонтеры Армении с 19 сентября перешел в режим работы 24 на 7. Ереван и Москва. Офисы фондов работают по отлаженному механизму еще с 2016 года. Основная миссия фонда на данный момент – это помощь медикаментами для беженцев Арцаха. Первое – это мы понимаем, что Арцахцы будут здесь. И мы хотим, чтобы каждый Арцахец знал, что каждый житель Еревана, житель Армавира, житель Гюмри ждет. Потому что это наши родные, близкие люди. Мы одной кровью, другого быть не может. Они стояли за нас в Арцахе, мы должны что-то сделать для них. Наша благотворительная некоммерческая организация «Вива» фонд, мы так называем, коротко, фонд, осуществляет деятельность в определенной концепции, то есть стратегии. Почему? Потому что мы изначально разработали, прежде чем начали свою деятельность, разработали эту концепцию прозрачности и максимально стараемся придерживаться этих требований. сами себе установленные, вот так скажем. Они заключаются в следующем. Значит, мы максимально пытаемся, ну не максимально, а стопроцентно показывать, как приход денежных средств, так и расход денежных средств. То есть у нас, если вы зайдете на наш сайт, есть отдельная страница направления денежных потоков, прихода и расхода. Вторая часть, которую я хочу выделить в прозрачности, которая тоже критерии прозрачности предполагает, это профессиональная деятельность. То есть мы всегда осуществляем в рамках определенного направления своей деятельности. Они обязательно привязаны к нашим программам благотворительности. То есть связка программа, мы входим в проект и в рамках этого проекта создаем программу, чтобы мы понимали начальный пункт, с которого мы начали, и окончательно, к чему мы идем. И вся наша стратегия придерживается. То есть мы работаем по правилам. Это критерии, я бы еще добавил, профессионализма. На данный момент фонд Вива приглашает желающих на курсы первой медицинской помощи. Инструкторы проводят обучение в учебном центре фонда. Все инструкторы имеют специальные сертификаты. В ходе обучения используется специальное оборудование, различные манекены. Курс включает практические занятия, лекции и сценарии, чтобы можно было научиться применять свои знания в реальной жизни. Также фонд призывает всех, кто может стать донором крови. Фонду Вива я помогаю с 2020 года, когда у меня пришло самосознание о том, что это необходимо. До этого я жил в России, и казалось, что все это будет вечно, все будет целостно. Но когда вот случился конфликт в 2020 году, я почувствовал уязвимость, то, что моя родина зависит от меня и нужно хоть как-то помогать. В тот период я находился в России и поэтому помогал финансово, как мог. То есть поддерживал фонды, перечислял средства, крупные суммы по тем своим форматам. И вот год, как я переехал сюда и помогаю также активно в Виве, сдаю кровь по возможности, как можно чаще стараюсь, и поддерживаю и финансово. И вот сегодня приехал разгрузить машину с гуманитарной помощью и поддержкой. Потому что, в принципе, это необходимо, это нужно. И это как для собственного успокоения, что ты причастен к чему-то великому, что ты помогаешь своим же братьям, сестрам. Так и то, что реально оказываешься помощь людям, которым это необходимо. Пункты переливания крови в Ереване – Гюмри, Ванадзоре и Дилиджане. Процедура сдачи крови происходит по предварительной записи. Гайне Карапетян, Эрнест Харутюнов, Хаик Мейдя, город Ереван, Республика Армения. Глава Совбеза Армении Армен Григорян сегодня встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи Пашиняна и Алиева в Гранаде. Руководитель агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр заявила, что несмотря на заявление госсекретаря США Энтони Блинкина и его заместителя Юри Ким о том, что применение вооруженной силы в Нагорном Карабахе недопустимо, эта сила была применена. И США рассматривают вопрос адекватного ответа на нее. Сегодня глава USAID Саманта Пауэр и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Юри Ким находятся в Горисе. Их сопровождает посол Республики Армения в США Лилит Макунц. США работают над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджанам своих обязательств перед Арцахом, Нагорным Карабахом, заявили в Госдепе США. Сегодня в азербайджанском парламенте проходили слушания на тему «Возвращение в Западный Азербайджан. Правовые аспекты». В ходе слушаний представители так называемой «Общины Западного Азербайджана» огласили новые требования. Первое. Азербайджанцы должны вернуться в 300 населенных пунктов на территории Армении. Второе. Армения нанесла материальный ущерб частным хозяйствам на сумму 2,5 миллиарда долларов, а общественным хозяйствам на сумму 17,5 миллиардов долларов. Азербайджан будет требовать от Армении финансовых компенсаций предоставления жилья 120 тысячам азербайджанцев в Сюнике, Гегаркунике, Вайодзоре и Тавуше, а также гарантии для безопасности. Забавно, что представители этой вымышленной общины не обсудили вопрос возвращения 800 тысяч армян в Баку и другие города Азербайджана и компенсацию бывшим гражданам Азербайджанской ССР 100 миллиардов долларов в качестве покрытия ущерба за насильственный отъем десяток тысяч квартир и домов по всей территории Азербайджана. Азербайджанские СМИ сообщают о 200 погибших за один день боевых действий в Арцахе. Число уничтоженных азербайджанских оккупантов продолжает расти. Так, оппозиционное издание «Мейдан ТВ» опубликовало список из 199 имен погибших. Азербайджанская армия понесла значительные потери. Большинство убитых военнослужащих – талыши, сообщило издание. Коридор Турции – Азербайджан пройдет через территорию Ирана. Этот коридор очень важен для Турции и Азербайджана и является стратегическим вопросом, который необходимо завершить. «Если Армения не станет участвовать в создании транспортных маршрутов, они пройдут через Иран», заявил сегодня Раджеп Эрдоган. 26 сентября 1869 года в Анатолии родился Комитас – всемирно известный армянский композитор, певец, музыковед, монах, основоположник современной армянской классической музыки, величайший ценитель армянской музыки. Россотрудничество надеется, что руководство Армении сохранит присутствие российских центров в стране. Замглавы агентства Павел Шевцов заявил, что множество людей в обеих странах заинтересованы в развитии гуманитарных отношений. «Мы не собираемся отходить от этой деятельности. У нас есть план развития на следующий год. Мы надеемся, что общая ситуация не затронет деятельность нашего центра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова К.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова